Новая власть, новые порядки. Глава Савранской райадминистрации, харьковчанин Сергей Степаненко вместе с переизбранным руководством райсовета инициировал отмену энергосервисных контрактов, которые подписали его предшественники. Несколько лет назад Савранский район стал первым в области, который выбрал на тендере компанию, провел рекомендованные мероприятия по энергоэффективности и добился неплохих результатов. При отапливании некоторых школ и медучреждений района удалось добиться экономии на 50%. Опыт Савранского района даже заинтересовал тогдашний состав правительства. Теперь же назначенные чиновники усмотрели в соглашении с компанией-инвестором коррупционную составляющую и требуют остановить программу. Если договор будет разорван, то Савранский район должен будет выплатить компании 8 миллионов гривен. Для бюджета не особо богатого региона сумма неподъемная. Когда поменялось руководство на местах, начали возникать проблемы с пониманием самой сути энергосервиса. При этом государственная политика, насколько мне известно, не изменилась. Мы слышим, что энергоэффективность остается в приоритете у кабинета министров. Поэтому для меня лично очень странно, что придя только к власти, еще не разобравшись по сути в самом механизме, новое районное руководство декларирует о том, что энергосервис это ненужный, мягко говоря, проект, что он ведет к нецелевому использованию средств, что само по себе является абсурдом. И всячески содействует тому, чтобы у инвестора в Савранском районе возникали проблемы. На этой неделе департамент ЖКХ обл. администрации инициирует встречу компании-инвестора с главой Савранского района. К слову, позиции областной власти не совпадают с точкой зрения районных чиновников. Договоры по энергосервису должны работать. Новый глава Савранской РГА был официально представлен громаде за три дня до Нового года. А в первый же рабочий день взял отпуск и уехал на две недели домой в Харьков.